всем привет дорогие друзья с вами снова я мастер чу сегодня у нас очень интересный ролик я надеюсь что вам он очень понравится если что ставим лайки или дизлайки комментируем и так далее логика этого ролика в том что я захотел посчитать все что у меня на данный момент есть в игре то есть весь свой шмот вижу допустим те же самые прочие и там и брошку и все камни которые находятся в брошке по данной себестоимости рынка и какое количество миллиардов вообще сейчас это стоит чтобы вы примерно представляли если вы захотите сделать такого же чара какое количество миллиардов вам потребуется то есть сегодня тема пойдет не в рублях сегодня тема пойдет не в донате сегодня тема пойдет именно сколько же нужно накрабить миллиардов сейчас в моменте для того чтобы иметь такого же персонажа данная информация будет достаточно актуально постольку поскольку прошу прощения у меня немножечко гроза данная инфа будет актуально в любой момент времени вероятнее всего потому как я постараюсь данную всю табличку выставить для вас куда-нибудь на всеобщее обозрение если вы будете интересоваться данной таблицей то я сделаю пересчет здесь полностью всех цифр 2 и вы примерно будете понимать в любой момент времени сколько вам потребуется дан потому как все равно происходит инфляция цены растут либо падают и если мы сделаем перерасчет того или иного и там а в таро то вы будете при понимать среднюю стоимость и так давайте посмотрим сколько же денег сколько миллиардов нужно накрабить ну начнем с того что пвс на данный момент просто сам пустой сет стоит приблизительно 2 миллиарда 30 миллионов кроме этого я его заточил на 8 вышло это еще в 5 миллиардов ну то есть 200 точек в среднем выходят в 5 миллиардов затем сделал а тт шмота получилось это приблизительно за 1 миллиард сделать сделал полностью блеск ребят здесь сразу же говорю у вас может быть абсолютно другое число потому как мне очень дико не везло но в среднем на сет у меня ушло примерно 250 свитков что является шестью миллиардами 200 миллионами так по поводу камней 6 шестых камней я считал себестоимость и все адекватные люди считают себестоимость по коробкам в среднем необходимо от полутора тысяч до двух тысяч коробок для того чтобы сделать один шестой камень то есть полторы тире две тысячи коробок одного и того же камня и вы получаете два пятых что является одним шестым в среднем по себестоимости коробок и вообще стоимости камней 6 шестых камней мне обошлись в 75 миллиардов адены далее самое интересное брошка брошка делается несколько раз то есть вы сначала делаете 4 с лодку мамона зачем делаете 5 с лодку уже в хейне затем делаете изящную затем усиленную и в итоге ослепительную на четвертую брошку ребят на данный момент уходит 50 миллионов адены 50 зеленки 50 сил и гигантов силу гигантов в любых своих расчетах я считал по 6 миллионов то есть если вы будете сидеть на скупке по 6 лямов то у вас брошкой на 4 слота выйдет приблизительно 350 миллионов аден затем радужная брошь пятислот к необходимо 20 осколков выходит это приблизительно 100 миллионов и осколок радужного самоцвета который можно купить спокойно 75 лямов выходит все это дело 175 затем изящная брошь лавиан роз это следующее она идет уже 6 слотовая но без статов необходимо всего лишь 440 порошка 440 порошка это означает что вы можете 440 коробок с любыми камнями превратить в 440 порошка и стоит это в среднем по рынку если брать по 4 миллиона коробку 1 миллиард семьсот шестьдесят затем брошь лавиан роз усиленно идет там уже есть небольшие прибавки к статам и так далее выходит она 890 миллионов здесь есть один такой нюанс камень духа можно покупать также за эльсиум у мамона и за прочие прочие всякие ништяки но также можно купить 10 этих камней за 500 рублей из эмо выходит это все в среднем если я сделал пересчет что это 10 таро да выходит 890 миллионов на данную брошку следующая брошь это ослепительная самое последнее необходимо порошка 220 получается 880 ну и соответственно самоцвет сам по себе самоцвет он мне не вышел ничего но тем не менее я считал в миллиардах сколько же сейчас если с нуля начинать нужно миллиардов для того чтобы сделать такого же персонажа в итоге получилось две тысячи восемьсот восемьдесят то есть два миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов в плюс лс брошку лс брошку стоит вышел мне для того чтобы я словил нормальный приблизительно полтора миллиарда но я также считал втором далее повредила для того чтобы сделать сейчас повредила то есть здесь учитывается то что у вас уже есть болванка сделанная блесом после этого вы уже начинаете делать повышенная либо пашное тело цена приблизительно одна и та же что вы будете делать повыне что вы будете делать пвп все зависит от камней которые на рынке стоят всегда по-разному то есть от усиливающих камней повышенных либо пау пашных в среднем сделать повые тела выходит 2 миллиарда 937 миллионов то есть в среднем 3 миллиарда повые штаны 2 миллиарда 150 повые перчатки 1 миллиард шестьдесят три пвп шапка 1 миллиард девятьсот семьдесят шесть пвп ботинки полтора миллиарда здесь сразу же вы видите что улучшенные первого левела вы часто спрашиваете по поводу сета что это такое за сет вот я вам еще раз его покажу он либо совершенный либо бесподобный у него еще также имеются левел и чтобы сделать именно вот такой сет сначала необходимо его блеснуть после этого сделать пвп или пве вставку а потом принести еще такое же количество ресурсов которое было вам необходимо для пвп и пве вставки и вы получите данный сет то есть по факту мы просто-напросто умножаем все наши вложения на 2 в итоге мы получаем что итог сет пве пвп на данный момент с учетом того что у вас он есть блеснутый выходит в 10 миллиардов приблизительно но 9 670 а улучшенный сет в 19 миллиардов 340 миллионов также вы еще везде видите зеленку по зеленке мы поговорим с вами позже следующее что у меня есть эта рубашка инхасад то есть по факту рубашка инхасад плюс 10 вышла мне в приблизительно три с половиной тысяч рублей и мафор тоже три с половиной тысяч рублей в пересчете на таро это выходит 1 миллиард семьсот пятьдесят миллионов на каждую рубашку серега исткина 6 можно взять за 420 близаки на 6 можно взять за 650 либо взять пустовые и доточить если у вас есть точки близ в рента вышло мне ну плюс минус там миллиард семьсот тире 2 стоп но я уже честно не помню но я думаю что за вот эту сумму можно его будет спокойно взять кольцо октависа плюс 6 400 миллионов кольцо то ути плюс 6 мне вышло 15 миллиардов но это неадекватная цена я вам сразу же скажу то есть реальная цена через месяц через полтора будет но я не знаю миллиарда два три может быть максимум неадекват цена здесь только из-за того что это такой эксклюзив чеки имеется он у единиц на серваке я просто-напросто захотел обладать точно таким же кольцом и собственно взял его также у меня стоят три тату 2 ловкость плюс 5 и одна сила плюс 5 не надо меня хейтить ловкость сила я сделал именно так потому как у меня нету к по ловкости 80 необходимо ножам 80 ловкости уже потом все бустить в силу дальше . скиллов у меня на данный момент все скиллы плюс 10 вышло на этом приблизительно шесть с половиной миллиардов вы спросите как так ну вот так объясню логику как я их точил я их точил до 6 либо до 7 после чего обычными точками после чего точил блесками дальше переходим к самому интересному нож нож сам по себе я посчитал за полтора миллиарда потому как сейчас можно купить коробку либо готовы приблизительно за данную сумму денег это будет адекватный ценник 2 са нож а я не считал стоимость самые самих са я посчитал лишь стоимость гемов для того чтобы вставить 2 са необходимо 5601 эргем это выходит если закупать эргем и у мамона 7 миллиардов 729 но ребят я не представляю как можно закупать эргем и на данный момент не у мамона потому как на рынке они просто отсутствуют если вы конечно идти на скупку может быть у вас что-то получится но я делал расчет именно от мамона следующее л.с. на л.с. я потратил приблизительно 4 миллиарда адены скажу сразу сумма может быть больше потому как 15 процентов силы физ силы крита я ловил дважды я случайно его достал когда тыкала л.с. и в лук бывает но сам себе сам из-за этого переплатил гемы на пве вставку то есть это тоже фиксированный такой ценник знаете он ними не поменяется если только не появится гему на рынке дешевле чем у мамона необходим 3198 эргемов это 4 миллиарда 413 аден но 4 миллиард 413 миллионов имеется ввиду пве вставка сама по себе камень стоит в районе 200 сейчас 2 миллиарда 100 сила гигантов выходит необходимо 180 это получается миллиард 8 миллиард 1 миллиард 80 миллионов кристаллы 805 я сделал из учета того что вы будете сидеть скупать их по 21000 заточка на плюс 10 сразу же здесь я вам уточнил ребят за . на плюс 10 получается так так что раз на раз не приходится можно потратить как миллиард так можно потратить 2 миллиарда так можно потратить 100 миллиардов не заточив на плюс 10 и также я посчитал за точку на плюс 15 но честно вот это вот сумма она может быть в несколько раз больше у вас либо меньше она у вас точно не будет если вы будете точить единственное она будет меньше если вы будете точить обычными точками блесками лиги либо гигантами я сделал расчет такой что с 10 до 15 мы точим разрухами и допустим заходит приблизительно 5 1 фейлиться это из учета если брать каждую точку по 2 миллиарда все что вы видите ценники на рынке на данный момент выше 2 миллиардов это неадекватно может быть кто-то их возьмет но я не рекомендую благословение у меня ушло приблизительно 20 свитков это 2 миллиарда и сделать это в районе 820 миллионов соответственно также потребовалось зеленка 360 360 миллионов итог нож вышел в 38 миллиардов 447 миллионов и последнее это талики талика разбойника можно взять спокойно за 850 но вам скажу что можно будет найти даже за 600 и за 500 ближайшее время если уже сейчас нельзя талик лилит я взял за 2 миллиарда 100 талисман бенира 8 уровня я себе недавно сделал вышел он в районе 400 миллионов там плюс-минус можно за 350 сделать если посидеть покричать и талик вожделение 5500 сейчас адекватная цена плач фрейг сам прикольное вложение но самая кпд с него вообще великолепная 20 миллионов и вы получаете защиту от стихий пояса кимуса плюс 6 мне вышел в 3 миллиарда и символа идиоса плюс 6 в районе 200 миллионов что в итоге мы имеем весь наш персонаж то есть вы наверное уже видели эту циферку на данный момент в миллиардах если делать все идеально если ничь ничего не фейлить если делать все четко по четкой схеме такой персонаж в миллиардах на данный момент 183 миллиарда 992 миллиона вложений то есть если вы на фармите 183 миллиарда но 184 грубо говоря миллиарда то все вот это вот хозяйство сделать вполне возможно вложено было в чаров в районе 800 то есть по факту получается если сделать пересчет 2 но приблизительно половина улетела в точке ненужных вещей и так далее в контент и в те же самые сундуки 2 и т.д. и т.п. в итоге что мы имеем я что могу вам порекомендовать что нужно вообще делать любому персонажу и в какой вообще как развиваться сделайте сначала себе сет то есть по цветам я подразумеваю реально r99 сет то есть вот эта часть сделайте также заточку хотя бы на плюс 6 на плюс 6 очень легко точится ребят точите на плюс 2 обычными точками потом пихаете гиганты если вам повезло прокнула встала на 5 то потом просто пытайтесь блеской сделать 6 реально на 6 сделать это очень легко на 8 у меня 200 блеск у кого-то может быть уйдет по-другому дальше обязательно делать а т.т. шмота от это шмота делать обязательно в первую очередь перед тем как вы будете его точить более шмота делать по желанию но я бы стал это делать после только заточки сетом насчет камней блин камни ребят это чисто донатная тема и она будет вот этот ценник да он будет постоянно меняться то есть в миллиардах камни будут постоянно дорожать за счет этого вы грубо говоря все свои вложения которые сделали в эти камни и через десять лет они не потеряете брошку можете сделать 4 с лодку даже можете сделать 5 с лодку мы видим что здесь вполне адекватные выходят ценники но вот начиная 6 с лодки ценники начинают очень сильно увеличиваться буквально в несколько раз по поводу того делать пве пвп сет но ребят потихонечку тоже можно будет делать крабить затем рубашки обязательно сделайте себе рубашки серьезно но единственное у меня вышло приблизительно по три с половиной тысячи на каждую рубашку у некоторых людей уходит на это по 10 тысяч а у кого-то за 10000 даже они не крафтятся возьмите себе истхину октавис то что вам нужно и близзакин это также не очень большие деньги это не те блеск эпики которые стоят огромных денег ну татушки конечно же стоит ставить я думаю что наверное даже до того как вы успеете скрафтить себе сет по поводу оружия блин но здесь конечно ваш выбор либо вы будете делать р пуху с двумя оса то есть у на для ножа это будет тема актуальная например да для любых других классов но не особо сильно после чего делать и пве вставку ваш выбор также делать ее или нет ну и точить не точить это также тоже зависит только от вас ну талик разбойника стоит брать талик лилит это уже был была моя такая прихоть бинира сделайте обязательно в принципе его можно фармить самому вообще без проблем талик вожделение но блин честно вот я не вижу смысла его сейчас самому крафтить объясню почему я потратил на то чтобы сделать талик огня и попытаться его апнуть на талик желания сумму больше чем я бы потратил на то чтобы просто его купить то есть у меня стали к огня на талик желания не прокнула подряд наверное раз 16 посчитайте в среднем количество затрат которое было необходимо для этой вы поймете что проще было купить талик вожделения самое сложное во всей этой схеме и во всем этом развитии ребят это зеленка вот мы видим у меня есть зеленка в некоторых местах да вот она и за счет вот этой вот зеленочки да вы можете даже при условии что у вас будет большое количество миллиардов не скрафтить либо не улучшить потому как зеленка на данный момент не передается 2 ее нету точнее она есть второго но вам самим придется открывать этот таро а на рынке вы не сможете купить те или иные коробки зеленкой здесь вы можете очень сильно стопануться то здесь вы можете реально где-то вам придется самим донить просто вам придется самим 2 перегонять и открывать и пытаться слутать оттуда зеленку то есть зеленка для многих сейчас это будет проблема а в остальном вот по сути дела все вложения вы видите все цифры что и куда и насколько ушло если вам интересно будет такая табличка я думаю что она актуально будет в принципе для всех классов то есть но смотрите сет плюс минус самый дорогой час маговский будет да ну именно вот вот эта цифра поменяется за . не поменяется а т.т. тоже не поменяется бле шмот ну кому-то завезет кому-то не завезет камни я думаю что инфа будет актуально постоянно то есть вы просто вот две тысячи коробок будете там полторы две тысячи умножать на текущую стоимость на рынке этих коробок и будете получать результат по брошкам тоже инфа инфа будет для всех классов актуально по поводу повые тела пвп вставок но по поводу повые пвп вставок да вы без проблем можете также этой информации пользоваться постольку поскольку здесь например сила гигантов вы постоянно можете взять у мамона rg мы постоянно можете взять у мамона единственная r кристаллы это то что будет ближайшее время я так думаю что дешеветь на рынке и вы сможете здесь немножко сэкономить но зеленка я повторюсь постоянно с этим может быть гемор рубашка для всех классов актуально бижа тоже для всех классов татушки но плюс-минус магии здесь конечно просядут по бюджету потому что татухи на into очень до хрени сейчас стоит но в остальном тоже инфа актуально . скиллов ну блин точить нет это уже ваше дело ну вот по пухам здесь может быть достаточно сильная разница но не считая тех же самых с а лс of сама по себе пушка может плюс минус стоить меньше больше а вся остальная инфа будет актуальным я надеюсь что такая вот разговорная тема я действительно потратила достаточно много времени для того чтобы создать составить эту табличку и не знаю может быть вдруг вам это будет интересно ставим лайки комментируем подписываемся я не знаю сегодня буду нет я транслировать к сожалению меня немножечко продуло не очень хорошо себя чувствую но постараемся это сделать постараемся 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 всем до встречи всем пока пока хороших вам выходных хорошие олимпиады много лута много дроп и много экспы я очень сильно рад что вы есть у меня пока пока пока